Всем привет! Регулярный сезон подходит к завершению, а турнирная таблица обретает все более четкие контуры. За одним исключением, борьба за 8-9 место на Западе обострилась до предела. Мемфис, Портлинд, Феникс и Сан-Антонио до последнего дня будут выяснять, кто из них больше достоин места в плей-офф. Ну а у нас на очереди традиционный обзор недели в НБА. Поехали! НБА объявило претендентов на индивидуальные награды по итогам сезона. Список претендентов на ваших экранах. Стоит отметить, что учитывались игры только до пандемии, то есть до 11 марта. Обсуждать не будем, все-таки не тот формат. Больше для информации. Единственное, интересно, возьмет ли Янис две престижнейших награды. Кстати, в недавнем опросе на канале большинство в это не верят. Ну и второй вопрос, почему в списке за прогрессирующего отсутствует Девонта Грэм. Совсем непонятно. Косяк недели уходит в судейскому столику на матче Денвер-Юта. Команды устроили шоу с двумя овертаймами и судей на столике, видимо, так засмотрели, что забыли запустить счетчик времени в последней атаке колорадцев. Денверу повезло, что арбитры не заставили их переиграть владение. Попадание Йокича было засчитано, а время позже отмерили вручную. В итоге во втором овертайме Наггетс дожали Юту – 134-132. Возможно, это была репетиция противостояния первого раунда. Дэмиан Ливард, несущий портлинг заветной восьмерки, тоже может ошибаться. Во встрече с Клипперс в воскресенье Дэйм махнул два решающих штрафных в концовке, когда его команда уступала минус один. Пол Джош и Патрик Беверли, которых Ливард в разное время выбивал из плей-офф, не применули возможностью поиздеваться над игроком. В послематчевом интервью Ливард заявил, что такая реакция игроков Клипперс на его промахи – это знак уважения. И уже в следующем матче Дэмиан реабилитировался, но об этом в другой рубрике. Джей Джей Рэддик впервые в своей карьере не попадет в плей-офф. Теперь официально. Пеликанс, откровенно говоря, провалившим концовку сезона, необходимо было обыгрывать Сан-Антонио в понедельник, чтобы сохранить шансы. Но Пеликаны уступили, хотя сам Рэддик стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко. К сожалению, длительная пауза не поможет командам подойти к играм на вылет в оптимальных составах. На прошлой неделе к списку травмированных добавились. Джаран Джексон из Мемфиса, который порвал Мениск во встрече с Новым Орлеаном. Гризлис еще больше усложнили себе концовку сезона. Темная лошадка Востока, Филадельфия, лишилась Бена Симмонсона неопределенный срок. Игрок повредил левое колено в борьбе за подбор. Пока официально неизвестно, сможет ли защитник вернуться в строй, но вероятность крайне мала. Именно столько сезонов в Сакраменто не могут попасть в плей-офф. Это самая продолжительная действующая серия в лиге. Проиграв в понедельник Хьюстону, Кингс лишились шансов на выход в плей-офф 2020 года. Перформансов было предостаточно, поэтому постараюсь коротенько о каждом. Фред Ван Влит продолжает свое движение к жирному контракту. Ван Влит набрал лучший в карьере 36 очков, забив 7 трехочковых. А действующие чемпионы Торонто вновь доказали, что готовы к большим свершениям. Победа над Майами 107-103. Денвер после рестарта дает много времени своим молодым игрокам. Майкл Портер в своем всего лишь третьем матче в стартовом составе набрал 37 очков и сделал 12 подборов. А Наггетс одержали важную победу в овертайме над Оклахомой 121-113. Ти-Джей Уоррен продолжает удивлять. Лучший скорор Пузыря помог индиане одержать очередную победу. На этот раз над лидером западной конференции Лейкерс 116-111. На счету Уоррена 39 очков и 15 из 22 попаданий с игры. Остин Риверс похоронил надежды Сакрамента на выход в плей-офф. Мы помним, Риверс приходил в лигу как скорор, но в Хьюстоне его роль не столь заметна. Однако в отсутствии Рассела Весбрука защитник выдал лучшие в карьере 41 очко со скамейки, забив 14 из 20 бросков с игры. Ну и главный герой недели Дэмиан Ливард вспомнил, как играл в концовке января и проводит феноменальный отрезок. На следующий день после обиднейшего поражения от Клиперс, Ливард только еще больше разозлился и наказал Филадельфию, набрав 51 очко. Победа Портленда 124-121. В четвертой четверти Дэйм реализовал 5 из 6 бросков с игры и 5 из 6 штрафных. Уоррен не только набрал 39 очков против Лейкерс, но и зарешал в концовке. На его счету 12 очков в решающей четверти, включая 7 подряд в клатче, которые и принесли Инди итоговую победу. Лидер Востока Милуоки уступал 23 очка по ходу первой половины матча с Майами. Однако ударная вторая половина, которую Бакс выиграли с усчетом 74-43, позволила им одержать победу. Янис и Крис Миддлтон отметились 33 очками каждый. Дэвин Букер в матче с Клиперс. Комментарии здесь излишни. Феникс остается единственной командой в Орландо без поражений. Я еще ни слова не сказал о перформансах Дончича, а стоило. На минувшей неделе Лука оформил два шикарных трипл-дабла и довел свой показатель до 17 за сезон. Таким образом, 21-летний словенец стал самым молодым игроком в истории, занявшим первое место в лиге по количеству трипл-даблов по итогам сезона. Разыгрывающий Далласа превзошел рекорд Мэджика Джонсона, установленный в 1981 году. На этом обзор завершен. У нас остаются последние игры и плей-ин на западе за восьмое место. Кстати, все возможные расклады я расписал на канале. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте ставить лайки и комментировать видосы. Это очень важно для канала. Ну а мы скоро снова увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok